Мы в сети. Здравствуйте, в студии Виктор Самусенко. Начнем с главного. Инспектор ДПС, битый на днях в Санкт-Петербурге водителем белого Мерседеса, опознав сидевшим за рулем основателя крупнейшей российской соцсети ВКонтакте Павла Дурова. Об этом сообщает издание фонтанка.ру, также добавляя, что Дуров пока проходит по этому делу как свидетель. Во вторник ближе к вечеру в офисе ВКонтакте в известном в Питере доме Зингера прошли обыски. По некоторым данным, оперативники изъяли видеосервер, на котором находились записи с камер наблюдения. По информации фонтанки, одновременно обыски прошли и дома у Павла Дурова. ДТП, в котором пострадал инспектор ДПС, произошло возле офиса компании 5 апреля. Водитель прокатил полицейского на капоте, сбросил на дорогу, показал неприличный жест и как ни в чем не бывало, поехал дальше. Когда инспектор вызвал на помощь напарника со стороны дома Зингера, где и находится офис ВКонтакте, подбежал крепкий мужчина. Он оттеснил полицейских от водителя Мерседеса, а тот в это же время убежал в ту же сторону, откуда и пришла помощь. Идем далее. Известный красноярский журналист Павел Стабров сейчас находится в Венесуэле, где снимает документальный фильм о том, как проходят президентские выборы. Там сейчас неспокойно. Оппозиция протестует против результатов выборов. Избирком Венесуэлу объявил о победе в них Николаса Мадуро. Он сам запретил соперникам митинговать. А генеральный прокурор Луиса Артега заявила, что в ходе протестов уже погибли 7 человек, были ранены более 60. Также подожжены несколько общественных зданий. Но речь несколько о другом. Красноярец Павел Стабров выложил фрагмент от снятого в Каракасе видео позитивной уличной агитации за Николаса Мадуро. Давайте посмотрим. Согласитесь, неплохая школа для политехнологов о том, как надо устраивать подобные мобы, особенно в преддверии выборов в Красноярский горсовет. Впрочем, Венесуэла России хоть и друг, а все же ментально, конечно, мы очень разные. Но, если честно, мне нравится. Хотя, конечно, по-разному можно к этому относиться. Кому-то наверняка это не придется по вкусу. Ну, по крайней мере, местным жителям. И в заключение продолжаем рассказывать об историях удачи, которые вы нам присылаете. Итак, сегодня начинает Евгений Шпичук, глава Красноярской Федерации мотоспорта. Он пишет, что прошедший сезон для него сложился весьма удачно. Он поставил на лыжи порядка 30 человек. Это не метафора. Евгений преподает азыгры на лыжного спорта. Также повысил уровень катания на снегоходе. Пишет, он побывал на Кубке мира по борткроссу, на Красной Поляне, в Судейской Бригаде. Поучаствовал в съемках промо-видео для Универсиады в качестве прорайдера. Побывал также в Ергаках. Ну, чтоб я так жил, что называется. Далее Сергей Сержов, гитарист известной красноярской группы «Рока». Они еще, кажется, у Дипепла на разогреве выступали. Пишет, в магазине ударился о незаметную полку для обуви и немного рассек века. Удача, глаз-то на месте. Пишет он, не поспоришь. Красноярец Сергей Блинов говорит, что последние полгода у него вообще одна сплошная удача. Приятное знакомство с прекрасной девушкой, путешествие с друзьями по Азии, посещение фестиваля «Санар» в Рекиавике, где он побывал на выступлении группы «Газгаз», которые, кстати, недавно и в нашем городе побывали. Александр Рыжов, организатор выставок и гастролей, рад выходу на европейский районок. Теперь там он тоже будет организовывать мероприятия. А Людмила Ганжурова, на мой вкус, весьма верно подытоживает за окно. Гляньте, день какой, это ли неудача. И на этом у нас все. Напомню, что афонтовые новости можно найти в интернете абсолютно практически везде. Вконтакте, Твиттер, Фейсбук, Скайп, Одноклассники, Галакси. Кроме того, конечно, как всегда, для вас работает сайт afontov.ru, где мы выкладываем все, что выходит в эфир, плюс новые видеоблоги. И помните, мы не только в эфире, но и в сети. Берегите себя.